привет друзья так сегодня я подробно расскажу о технической стороне поездки что нужно с собой иметь и кем надо быть чтобы проехать помирский тракт на велосипеде первое это документы это самая неприятная часть всего три по так как на первый взгляд кажется что все легко что гражданину рф не нужно даже загранпаспорта то что визе чтобы въехать в таджикистан или киргизию вот но чтобы въехать на памир нужен пермит гб а о так как это природоохранная зона и пограничная территория нужен специальный пропуск этот специальный пропуск получить не так просто есть три способа и нам подходит только один по большому счету ну и смотрите сами значит первое столицу душам б туда мы приедем только под самый конец второе это в столице киргизии и шкеки посольство таджикистана и третье это найти какую-то турфирму местные они делают термит средняя цена 25 долларов есть несколько способов как они ее доставляют город ош куда нам надо один из способов это за месяц вы отсылаете фотографию деньги и вам делают пермит и отправляют ее своими курьерами город ош вот второй способ чуть чуть побыстрее это тоже отсылаете фотографию деньги делают пермит фотографируют его и отсылают фотку вам и на границу вы можете показать что мол вот у меня пермит есть и он он ближайшем населенном пункте после въезда таджикистан и в общем то еще помимо пермита зарегистрироваться в течение трех дней если не будет регистрации при выезде из страны возьмут большой справ в районе 200 200 долларов это весьма прилично сама регистрация туристическая стоит около 40 долларов можно дешевле но это уже надо на месте разбираться то есть надо учитывать 40 итак второе это физическая подготовка ну если коротко вы должны быть выносливым и не ныть более конкретно вы должны пробегать 10 километров без остановки хотя бы раз в неделю 100 километров на велосипеде без особых проблем но иметь опыт походов ночевках сложных условиях в лесу и так далее третье это деньги деньги можно разделить на три категории на три части это самолет около 25 тысяч рублей это документы то есть пермит и регистрация это около 100 баксов грубо и жилье и питание там достаточно дешевые это около 20 тысяч рублей такой прожиточный минимум если есть больше можно взять и побольше надо также учитывать что обменных пунктов и там не увидите и надо иметь с собой налик в долларах ну и просто хранить их в безопасном месте всегда при себе мало ли потеряется промокнут там сгорят что уголь в итоге 50 тысяч рублей вполне достаточно чтобы комфортно провести этот трип так четвертый это велосипед и снаряд думаю если вы человек опытный то говорить вам что брать что не брать это глупо надо лишь учитывать самый плохой сценарий развития событий это подъем в гору свыше 4000 метров дождь град ветер и до ближайшего укрытия жилого где-то в минимум 50 километров и вам нужно просто нужно докрутить иначе можно качу лицу грубо говоря в палатке выше 4000 метров лучше не ночевать так как это крайние меры потому что если вы будете сырой и уставший на высоте малого кислорода вы просто замерзнете во сне и все но в целом это не проблема пункты там есть на крайняк можно просто обратно развернуться и скатиться с горы до ближайшего населенного пункта и переждать стихию там как-то так подведем итоги это 50 тысяч рублей велосипед и голова на плечах этого в принципе достаточно чтобы поехать на помирский тракт более подробную информацию смотрите по ссылке в описании и не забудьте подписаться буду держать вас в курсе пока пока пока